Скрытая угроза. Некое предприятие в Дзержинской промзоне сбросило химические стоки в реку около поселка Пыра. Но так, что это не сразу заметно. Химические вещества осели на дно, и речушка выглядит так, как будто она чистая. Она вроде бы чистая. А вон, смотрите, видите разводы-то? На прошлой неделе в четверг я заметил, тут произошел сброс химии. Вот вроде чистая река, а так поворошишь по дну, тут какие-то разводы появляются. Еще краской пахнет. Какое-то неизвестное предприятие скидывает свои химикаты в эту реку. Гибнет вон рыба. Таких участков много по всей реке. На берегу оседает какая-то химия. Можно говорить запросто о экологической катастрофе. Здесь текла желтая вода желтого цвета. Значит, было прям сильное течение. Ну, явный был выброс. На следующий день приехали, здесь были нефтяные разводы, так скажем, как от ГСМ. Судя по всему, сливается это все не первый день, поэтому это все на дне. Ну, наверное, это более уже, наверное, трех недель происходит. Судя по дну, то есть там очень много всего лежит, и картинка видна. То есть можно подойти и посмотреть всю химию. Вся химия попадает в Тепловское озеро. Здесь люди любят отдыхать, купаются дети. Далее через Балахинский район отъедет к Волге. Ну, тут уже можно понимать, что это масштаба бедствия. Люди, которые все это сливают, ни о чем не думают. Ни о природе, ни о людях, ни о животных. Они добросовестно подходят к своим обязанностям на каком-либо из предприятий. Остается только понять и выяснить, кто, кому это надо. У нас понятное дело, что по поручению руководителя это все происходит, который здесь не живет, и которому совершенно без разницы на местных жителей, и как они здесь будут жить, и как здесь будут жить их дети, и внуки. Здесь, скорее всего, со временем будет нефтяная лужа, ничего не будет расти, и все пустыня. Соответственно, здесь загрязняются подземные воды, люди будут это еще и пить. А администрация решила отдалиться от проблемы и сказала, что когда приехали представители ведомства экологического муниципального разлива, и запаха зарегистрировано не было. Но ничего не замечать – это позиция местной Дзержинской администрации. Жители с ней, естественно, не согласны, и вызвали представителей Министерства экологии Нижегородской области. Они сразу увидели факт загрязнения. Кстати, в Роспроводнадзоре также подтвердили факт сброса загрязненных химических стоков и сообщили, что сейчас пытаются установить предприятия, сбросившие эти стоки в речку.